Доброе утро! Пока правительство и противники правительства долго спорили по поводу вакцинации, достаточных темпов вакцинации, недостаточных, возникла, я думаю, проблема, которая на самом деле еще более острая и более актуальна и затронет всех и вакцинированных, и невакцинированных, и переболевших. Речь, конечно, идет о безудержном росте цен. Мы видим, какая инфляция вообще гушует, какие цены на основные продукты питания, на услуги, на тарифы, на электроэнергию выросли, на газ. Ну и, в принципе, я так понимаю, что на отопление тоже первые счета, наверное, уже в ноябре, в начале, все мы получим, увидим. Тяжело представить, что будет делать пенсионер, который получит, не знаю, за отопление и вообще за коммунальный счет более 200 евро, то есть фактически в рамках своей пенсии. Вот как вы все это оцениваете? Каковы, на ваш взгляд, причины вот такого резкого скачка цен? Ну, причин скачка цен, я думаю, что несколько. Одна из причин – это наше извечное желание наших латвийских политиков и чиновников в первую очередь, потому что в Латвии правят не политики, а чиновники. Их желание идти в фарватере чуть ли не на первых местах в Евросоюзе по всем показателям. И то, что мы имеем сегодня по электричеству, это результат именно действий чиновников, которые проталкивали, протолкнули так называемую либерализацию цен, которая для Латвии была совершенно бессмысленна в силу маленького рынка, маленькой экономики. То есть то, что нам навязали покупку, многократные варианты покупки электричества от разных якобы поставщиков, но не производителей, торговли через биржу. А на бирже очень ситуация простая. Так как сегодня там преобладают западноевропейские страны, то у них завязка, с одной стороны, идёт на гидроэлектростанции, которые из-за засушливого лета лишились определённого количества воды, значит, они меньше производят электроэнергии. С другой стороны, это борьба за экологию, стремление закрыть атомные станции и теплостанции в Европе. Да, я почему говорю о западных странах, потому что, по-моему, в конце прошлого года нам доложили, что Латвия переключилась с получения электроэнергии от Российской единой энергосистемы наследства Советского Союза. Когда мы находились в выгодном варианте, мы получали энергию тогда, когда России она была не нужна. То есть Россия имеет продолжительную территорию, и когда в Восточной Сибири и в Западной Сибири ночь, у нас рабочее время, там электричество меньше потребляется, у нас оно потребляется. Мы сделали переключение на Западную Европу, а здесь мы находимся в одном часовом поясе, это тоже сказывается. Дальше тоже электричество – это борьба с Белорусской атомной станцией, которую педалирует и возглавляет Литва, которая очень обижена на то, что она так нерационально поступила, согласившись закрыть свою атомную станцию, Игнолинскую атомную станцию. Вот это то, что касается электричества. То, что касается газа, это тоже, опять-таки, наши чиновники и наши все структуры идут в фарватере Евросоюза. Первое удорожание, причину удорожания – это то, что заставили разделить Латвия с газа. Газовое хозяйство разделить на три составляющие части, отделить поставщика, отделить продавца и распределителя газа на три юридических лица. Это создало проблемы, это создало удорожание. Но это как бы из-за европейских регул, которые мы говорим, что рынок лучше всего. А с другой стороны, сегодня в Евросоюзе идёт вахханалия, по сути дела, по росту цен на газ. И связано это с тем, что, по сути дела, это спекулятивная составляющая. Люди хотят навариться. На тот момент, когда будет запущен Nord Stream 2, то есть Северный поток 2. Почему? Потому что холодная зима, она, с одной стороны, опустошила хранилище. С другой стороны, на почти грани технического допустимого для эксплуатации уровня находится газопровод, который проходит через Украину. Его нужно, по сути дела, уже просто перекрывать и полностью капитально ремонтировать. На это кто-то должен делать, потому что, ну, сроки, годы, сколько он, по-моему, лет 50 работает этот газовый, газовые трубы. Вторая борьба против Nord Stream 2. И таким образом, по сути дела, сегодня поднимаются цены на будущие поставки газа. Это не сегодняшние поставки газа. Это фьючерные контракты. И люди таким образом пытаются, как бы, заработать на будущее. Для Латвии всё это выражается в том, что растут цены. На электричество объявлено, на газ объявлен рост цен. Но у нас ещё растут цены на топливо. Но здесь впереди всего наша правительство, наши чиновники, которые считают, что владельцы машин должны платить много налогов. И мы действительно платим порядка четырёх налоговых платежей. Но благо, от этого не получаем. Дороги по-прежнему в плохом состоянии. Ремонты идут, но маленькие недостаточные. Долгие ремонты идут. Нет капитальных работ по ремонтам дорог. Да, но топливо выражается в том, что вот буквально в начале этой недели 95-й бензин стоил евро 40. Да. Это очень дорого и так далее. Ну, а топливная составляющая автоматически повышает стоимость всех остальных товаров и услуг. То есть, это вот то, что мы имеем с позиции организации экономики. Но, с другой стороны, опять-таки, избыток денег, которыми накачали экономику, европейскую в первую очередь, не сколько латвийскую, сколько европейскую, во время пандемии. В конце прошлого года, в начале этого года. Для этого Евросоюз выпустил специальные займы и эти деньги распределил между странами-членами Евросоюза. Латвия тоже получила свою долю, но не очень, не очень щедро поделилась с реальным сектором экономики. Напомню, что, да, были пособия по простой Декстово-СПА-Балсты. Это было, но оно очень достаточно быстро закончилось. Многим это обрезали уже в апреле, кому-то в мае обрезали. И была система грантов. Тоже закончилась, да? Ну, основную массу денег правительство вкачало в любимый Айр-Балтик, в Райл-Балтик вкачивает и так далее. Да, вот такой вопрос, который не могу не задать, исходя из того, что вы сказали в самом начале, очень такую знаковую фразу, что многие думают, видимо, и сами политики думают, что они чем-то управляют. На самом деле управляют чиновники, и это ведь, наверное, подтверждается на каждом шагу. Ведь у нас есть правительство, все решения подкладывает, в том числе и по вот этим пандемийным мерам, так называемая группа оперативного управления. Многие даже не знают, кто там работает, ну вот кроме шефа госканцелярии. Но, тем не менее, все время рождаются те или иные предложения. Совершенно верно. Вот эти безымянные члены этой группы оперативного управления, или как он там называет, стратегического. Я думаю, что наступает момент, когда народу пора будет спросить, а кто автор? Кто автор этих безумных, бессмысленных ограничений? Я не боюсь это говорить, потому что уровень заболеваемости в Латвии не такой высокий. Количество, в процентах может быть высокий, но количество заболевших не такое большое по сравнению с теми ограничениями, которые у нас действуют. Достаточно получить прямую информацию из стран Евросоюза, из стран ближнего зарубежья. Там уровень в процентном выражении заболеваемости может быть не такой большой, но количество на заболеваемость выше, а ограничения меньше. Все эти ограничения не просто убивают бизнес. И вот этих авторов, по сути дела, я думаю, что после следующих выборов в Сейм, возможно, если к власти придут люди, политики, а политики отличаются тем, что они заботятся не только о себе, но и о государстве, то встанет вопрос, а кто же эти люди, которые нанесли такой огромадный ущерб нашей экономике? А вот что касается действительно экономики, мы знаем, что сейчас обсуждается, ну, фактически этот проект будет вынесен уже на рассмотрение правительства в следующий вторник, обсуждается предложение, чтобы перевести или сделать так называемую зеленую зону, так ее назвали, вот эти крупные торговые центры, туда пускать только вакцинированных, ну, с действующим сертификатом и переболевших с действующим сертификатом. И я так понимаю, если мы даже сейчас политическую составляющую не берем, чисто экономическую, если снижается количество покупателей в этих торговых центрах, значит, снижается оборот, я так понимаю, тогда, или я не прав, тогда вот эти торговые центры будут вынуждены при недостаточном количестве покупателей за счет цены вылезать, то есть просто вырастут цены, или я не прав? Ну, естественно, рост цен это однозначно, а по сути дела эти торговые центры, они уже год, уже даже больше полтора года находятся на грани выживания. И здесь нужно говорить о другом. Нужно, вот нас все время говорят и делят людей, вакцинированные, переболевшие, и те, кто противники вакцинации. Ребята, уже есть та же информация ВОЗ, информация статистики есть и так далее. Если понаблюдать статистику среди заболевших, когда началась, можно так сказать, в определенной степени третья волна заболеваний у нас в Латвии сейчас вот осенью, то первоначально, когда начали объявлять, сколько среди заболевших, прошедших полный курс вакцинации, первоначальный процент было 14% из реально заболевших, были прошедшие полный курс вакцинации. Сколько из них уже второй раз болеют, нет такой информации. Последняя информация, которая приходит, да, за полтора месяца, вот как стали объявлять эту информацию о количестве провакцинированных в составе заболевших, процент вырос до 20. То есть каждый пятый заболевший – это, по сути дела, человек, прошедший вакцинацию. Честно скажу, меня, как простого человека, это не возбуждает и не стимулирует пойти прививаться. Это первое, о чём мы говорим. Второе, то, что нам всегда навязывают, говорят, что вакцинация и переболевший человек, они безопасны. Вот это, к сожалению, полный обман. Люди, которые провакцинированы, люди, которые заболевшие, они могут являться и являются, в первую очередь, носителями вируса. Поэтому с ними опасно контактировать тем, кто ещё не болел и тем, кто не вакцинировался. Вот это самое страшное. И когда у нас в школах объявляют, что детей и рассотрудников школы надо тестировать, проверять только тех, кто не вакцинировался и кто не болел, это, по сути дела, ложь. Даже ложь не во благо, а это циничная ложь. Потому что если мы всех не проверяем, то у нас есть две группы людей, которые могут быть носителями и являются угрозами для тех, кто не прививался и в силу своего иммунитета, в принципе, защищён. Да, ну, может быть, это отдельная тема. Вот возвращаясь... Нет, это вот именно эта тема. То есть, если нам говорят, что провакцинированные и проболевшие могут ходить по магазинам, да, ну, правда, мне разрешают не носить маски, ну, наверное, потому что эти намордники защищают нас от их заразы, которые они разносят, да. Да, но это именно есть вот этот неправильный подход. Надо разрешить, как тоже на Украине, в Германии, везде разрешено всем ходить, да. Ходят люди, маски снимаются, кафе, рестораны работают. И это подаёт поддержание бизнеса. Более того, это формирует общий государственный, общенациональный иммунитет. Ну, с этим вирусом мы живём, жили, он был в маленьком количестве. Сейчас он есть, и жить его нельзя. Это как грипп. Когда грипп в виде испанки появился сто лет назад в Европе, люди страшно болели. Сейчас грипп мы переносим достаточно спокойно. Кто-то выбирает вариант прививки, ему так спокойней. А большинство людей не прививается, да. Если человек переболел гриппом, дальше есть осложнения, да, ничего с этим не сделаешь. Но есть, и дальше нужно смотреть за своим здоровьем и так далее. Поэтому вот эти меры, которые нам предлагают, я считаю излишними. Они разрушают экономику в первую очередь. Да, вот всё-таки, говоря ещё вот об этих ограничениях, ну, нет такого ощущения, что, ну, правительство действует по принципу, и их можно, наверное, по-человечески понять, но что-то же делать надо. Потому что соседние страны вводят те или иные ограничения при росте заболеваемости. Вот они решили пойти, ну, на их взгляд, таким щадящим образом, не устраивать локдаун, когда всех запирать дома, а вот делать какие-то ограничения и тем самым стимулировать тех, кто ещё там колеблется, пойти и вакцинироваться. Ну, я только что назвала главный фактор, который есть, это количество заболевших, среди заболевших провакцинированных людей растёт, это раз. Во-вторых, то, о чём не говорят, но инсайдерская информация приходит, люди, которые прошли вакцинацию, у них определённые проблемы с другими заболеваниями. Да, вот сейчас, я не знаю, как, ну, в принципе, сейчас можно сказать, что из-за изменения погоды у нас идёт какое-то вирусное простудное заболевание. Да, и в первую очередь, к сожалению, заболевает и сильнее заболевает те, кто провакцинирован этим простудным заболеванием. Никто не говорит, не смотрит заболеваемость и смертность от других болезней. И никто не даёт статистику, сколько умерших переболели ковидом или сколько умерших было провакцинировано, но которые умерли от инфаркта, от сердечно-недостаточности и так далее. Потому что от ковида самое страшное последствие – это загустение крови. Да, да, это совсем уж так по-простому говорить. Да, вот ещё. Ну, Алик, это и есть экономика, да, то есть оценка ограничений ставится и того, что мы имеем. Но наши чиновники, они только бегут впереди паровоза, чтобы не оказаться хуже соседей. Количество заболевших в день в Литве опять в два раза почти по количеству больше, чем в Латвии. Но Литва не сходит с ума, как наши латвийские чиновники. Я об этом говорю. И кто тут сказал, и я ещё извиняюсь, кто-то перевозчиков или ещё кто-то сказал. Нет, Берзич какой-то из этой комиссии сказал. Но мы обрезать и запреты устанавливать постепенно, как осенью прошлого года, не будем. Потому что это показало их неэффективность. Простите, ребята, так это было изначально видно? Не надо было семипяди во лбу видеть. Всё, что вы делали, оно наносило только вред экономике. И более того, стимулировало заболеваемость распространения вируса. И то же самое сейчас. Да, вот интересно, что ещё до начала пандемии в нашем же эфире вы говорили действительно о необходимости, ну не реформы, это уже слово, наверное, всем надоело, а вообще каких-то изменений структурных вообще в системе оказания медицинской помощи. И вы говорили, ну пытались провести параллели между теми суммами, которые государство, то есть все мы, налогоплательщики, выделяем на здравоохранение эффективностью. Может быть, пандемия, как многие считают, ну как-то вот ускорит процесс преобразования и улучшения в системе здравоохранения. Или вы в это не верите? Никаких улучшений нет и не будет. Почему? Потому что опять балом правит страх. То, чего добиваются чиновники. Все своими выступлениями, рассказами, действиями, всё, что они делают, они насаждают страх. Страх людей и хотят на страхе заставить людей вакцинироваться. Почему опять-таки хотят заставить вакцинироваться, проходить тесты, потому что в это вложены деньги. Ну и не секрет, у нас страна маленькая, у нас любая государственная закупка является доходом какой-то компании. То же самое с тестами. Вся эта система тестирования и так далее, она тоже закуплена, проплачена кем-то. Поставлены достаточно плохие ограничения, кто и как может продавать. До сих пор населению недоступны дешёвые тесты, которые можно было бы купить и использовать, если человек сомневается, как он себя плохо или хорошо чувствует. То есть у нас в стране насаждается страх. Более того, этот страх насаждается, и он уже перерастает в панический страх людей перед тем, что пандемия когда-нибудь закончится. По сути дела, она уже закончилась. Вирус вышел из-под контроля. Всё, что мы можем, это соблюдать гигиену. Я бы очень хотела, чтобы мы сняли эти маски на морднике, но многие люди боятся их снять уже. И если бы мы это сняли, и тогда дальше каждый человек смотрит за собой, понимает, что его здоровье в его руках, при этом экономика продолжает работать, и все ограничения, которые есть, но они должны быть разумны. В первую очередь вот эти требования к спа-процедурам, к парикмахерам, к другим специалистам быть привитыми. Зачем требовать? Эти специалисты, они всегда сами работали на уровне опасности. Любой маникюр или мастер, парикмахер, он работает постоянно с разными клиентами. И клиенты приносят не только заразу в виде ковида. И всегда приносили и грипп, и простуды, и ещё какие-то заболевания. Эти люди всегда имели те же спа-специалисты, имели и имеют систему своей личностной защиты, поддержки гигиены и так далее. Почему нельзя бассейн открыть в конце концов? Бассейн – это очень хороший источник поддержания здоровья. Почему до сих пор не открыты бани? У нас в Риге, наверное, 3-3 не имеет дома возможности помыться. И что же мы распространяем? Какую гигиену? Да. Вот эта инфляция, о которой мы говорим в самом начале, ведь это фактически меняет, ну, должно поменять и весь алгоритм, не знаю, поддержки малоимущих, тех же пенсионеров. Вот я так понимаю, об этом почему-то мало говорят те же чиновники. Они не могут ни о чём говорить. Мы же свою систему социальной защиты разрушили. У нас в этом году прошли выборы в самоуправлении на основании административной реформы. И самоуправления были перетасованы, перегруппированы. Должны были после выборов с 1 июля все самоуправления распустить старые структуры, создать новые структуры. Да, где-то работа велась там, где объединялось два самоуправления. Там более не менее работники самоуправления между собой попадались, попадались и договорились, какие пособия будут платить, если они разные. То есть основная помощь малоимущим идёт через самоуправление. А там, где объединили большее количество, там, где самоуправление не знают и не имеют информации о своих финансовых ресурсах, средствах. Да, хорошо, если, но опять-таки, сколько они получат денег на следующий год, есть уже информация, уже представители Союза самоуправления говорят об этом. Что, опять-таки, государство запланировало в своих правилах увеличить пособия малоимущим, но денег на это не даёт. В новом бюджете не запланировано этих денег. И, значит, всё это опять будет фикция на бумаге. Или дадут эти деньги, но когда они их дадут, если бюджет опять будет дотянут до декабря месяца, самоуправление смогут свои бюджеты принять. Хорошо, если в конце января. Ну и так далее. А сейчас уже зима начинается, холод начинается, сырость начинается. Топить надо. То есть мы опять бросаем наше население под поезд. Ну, под поезд экономики, инфляции, которая выражается в том, что растут цены. У нас нет лишних денег, которые стимулируют рост цен в Латвии. У нас есть просто прямое повышение цен, которое в частности связано с тем, что я сказала, что наши чиновники постарались затруднить работу всего бизнеса. Да, вот если мы говорим о бюджете на следующий год, то коалиция согласовала бюджет. Ну, мы пока ещё не знаем его параметры. Сегодня как раз будет заседание Кабинета министров по этому поводу. Но зато нам премьер сказал, видимо, это связано с выборами, что будут повышенные заработные платы полицейским, медикам, учителям. Я так понимаю, что больше денег будет на оборону и на министерство внутренних дел. Вот, правда, премьер заверил, что вроде не собираются повышать налоги. Может быть, будут придуманы какие-то ходы по косвенному повышению налогов? Надо же как-то собираемость бюджета обеспечить? Или, как вам кажется, правительство полагается на бурный рост экономики? Ну, я даже не знаю. Правительство заявляет, по крайней мере, та информация, что была, представители чиновников, заявляют, что в стране кризис. Да, значит, кризис означает, что роста экономики не будет, хотя экономисты, приближенные к правительству, с математическими моделями рассказывают, что у нас не так плохо дела, у нас темпы прироста очень хороши, всего даже больше, чем мы планировали и так далее. Главное-то сказали, ладно, врачи, учителя, полицейские, всё нормально, как бы туда надо давать. Вопрос, как эти деньги дойдут до рядовых работников, сколько они получат в реалии, сколько осядет на верхних эшелонах управляющих структур этих министерств и этих организаций. Но ведь под сурдинку на автомате опять повысят зарплаты чиновникам, потому что средняя зарплата опять выросла. Вот если бы правительство объявило, что мы не будем повышать зарплату другим работникам других министерств, кроме названных, вот это был бы прогресс. Я уж не говорю о том, что никто опять не поднимает вопрос о необходимости сократить работников госаппарата, всех министерств и агентур, потому что они работают удаленно, и потому что у них сократился объём работы, связанный с переработкой директив Евросоюза. Евросоюз замедлил свою работу, Еврокомиссия уменьшила количество директив, которые выдаются. Значит, меньше работы у чиновников, которые эти документы переводили на латышский язык и вписывали в наше законодательство. Да, ещё, наверное, вопрос, связанный, естественно, с экономикой. Ну вот премьер объявил мудрую реиндустриализацию, вот такой термин он употребил, и на недавнем Конгрессе Нового Единства он как бы сделал такой краткий курс истории, новейшей истории Латвии, и сказал, что было три этапа этого восстановления независимости. Первый этап – потом приватизация со всеми её недостатками, которых мы знаем. И третий этап, который вот сейчас начался или начнётся – это мудрая реиндустриализация. Вот это вообще возможно? Ведь мы понимаем, что правительство само бизнес не создаёт, предприятие не открывает, но это же не советское время, да, то есть она только может каким-то образом способствовать создавать соответствующий инвестиционный климат. Ну, конечно, это всеочередная просто красивая сказка. Почему? Вот в начале, перед началом учебного года была проблема озвучена представителями Министерства образования, которые отвечают за профессиональное образование. Количество людей, которые захотели получить не среднее общее образование, а получить специальное образование, причём рабочую профессию, не фикции какие-то там, администратор чего-то там и всё про это, а реальные рабочие профессии, которые могут человека прокормить, на них спрос вырос, а правительство не дало денег, рабочих мест не хватило. То есть количество заявок на конкретные рабочие профессии подано было больше, чем мест. То есть люди, молодые люди осознают, что нужно иметь профессию, и все эти сказки о постоянной переквалификации и так далее, которые нам рассказывают, что это сегодняшний день, что сегодня современно, неважно, какую ты профессию получил в молодости, тебе всё равно в течение всей жизни надо будет переучиваться. Это рассказ для людей, работающих в офисах, это офисный планктон. Им постоянно надо переучиваться, чтобы не потерять работу. Но молодёжь Латвии понимает уже, осознаёт и стоит ногами на земле, что нужно иметь профессию, которая тебя будет кормить, и что спрос именно, и дефицит именно людей с рабочими, хорошими специальностями. А вот здесь правительство как раз недопонимают чиновники. Здесь количество мест по обучению, которое должно быть бесплатно, оно сокращено. Ну а основа любой реиндустриализации, любого подъёма экономики – это в первую очередь кадры, которые нужны бизнесу для того, чтобы создавать новые продукты, рабочие места и так далее. Спрашивается, если мы говорим о реиндустриализации, господа, где работники со специальностями, которые смогут заниматься реиндустриализацией? Вот простой ответ из той информации, которая есть в прессе. Да, ну вот тоже такой вопрос, он вроде бы и политический, даже я бы сказал такой с точки зрения геополитики и вообще международной безопасности с одной стороны. С другой стороны, он и экономический. Мы последние десятилетия всё время говорили, укрепление восточной границы. Ну, имелось в виду Россия и Белоруссия. Ну, сейчас, когда вот началась вся эта история с беженцами, с мигрантами, с нелегальными мигрантами, называйте как хотите, выяснилось, что у нас-то границы не на замке, так мягко говоря, и нет никаких барьеров, которые могли бы препятствовать вот этому массовому притоку не до иракских, афганских, вьетнамцев, каких там ещё беженцев. Вот что же происходит, на ваш взгляд? Ну, то, что вскрылось сейчас, когда встал вопрос о том, что, наконец, надо возвести физический забор, выяснилось, что договор был заключён, что сетка, забор, всё закуплено. Но кто-то пожаловался на эту компанию, и компания находится под каким-то расследованием. И физический забор не устанавливается. И теперь информация надо решать, надо ещё раз выделять деньги и так далее. Компания, которая выиграла этот тендер, которая находится под каким-то следствием и надзором, который не позволяет физически выполнить работу, говорит, ребята, вот всё есть, всё уже замерено, сделано, порезно приготовлено. Заплатите, мы это поставим, и всё будет хоккей. Нет, у нас опять классически организуются какие-то конкурсы, идёт обсуждение и так далее. И если обратить внимание, то прошло уже минимум 3-4 месяца, когда начался этот поток беженцев из Белоруссии, а граница осталась на прежнем уровне. Да. И сейчас только вот в срочном порядке пытаются какие-то меры предпринять, да. Так, меры предпринимать зачем? Если действительно уже был конкурс, был проект, уже физически заключён договор, главное, что уже физически всё закуплено и подготовлено. Да. Ну, наверное, не та компания, просто-напросто, как всё у нас. Да, бывает, наверное, и такое. Вот ещё, может быть, такой вопрос весьма важный. Всё-таки, на чём Латвия будет, я надеюсь, что рано или поздно эта пандемия ужасно закончится, на чём вообще Латвия будет, на ваш взгляд, зарабатывать? Что это может быть? Честно скажу, не знаю. Никто не знает. Транзит, наш любимый премьер, объявил пережитком, советским наследием, на котором мы работали, жили и так далее. Что ещё? Порты у нас лишились очень большой части грузов, тех же транзитных. Ну, наверное, жить-то мы будем чем? Рай в Балтиках. Только вопрос такой. Правый Балтик, для того, чтобы его реализовать, нужны рабочие, нужны те же рабочие специальности. И сейчас, пока идёт процесс проектирования, надо было бы, конечно, вложить деньги в то, чтобы дать эти профессии, разобраться, какие профессии нужны будут и так далее. Ведь у нас нету строителей, которые умеют строить дороги в большом количестве, просто дороги, а нету специалистов, которые умеют строить железные дороги. А рядышком параллельно ещё очень много. Вот Ригу будут всю перекапывать, потому что из-за прокладки ненужного отроска Райл-Балтика в аэропорт нужно перенести все коммунальные сети, водопроводные, канализационные, электрические и так далее. Их нужно переместить. Это Рига будет перекопана, но для этого нужны люди. Люди, которые это будут делать. А вот этих специалистов, они в дефиците. У нас есть специалисты, которые клепают вот эти дома и этим подогревают, якобы подогревают экономику. Но я давно говорила, всегда жилищное строительство, которое ведётся в Латвии, как бы ни рассказывали, что не хватает жилья, это просто закапывание денег в землю. Никакое не стимулирование подъёма экономики. Да. Вот, может быть, тогда ещё такой последний вопрос. Он связан вообще с тем, а что делать сейчас жителям Латвии в этой ситуации? Инфляции, неопределённости. Вот есть разные советы. Кто-то говорит о том, не знаю, складывать в стеклянную банку, кто-то говорит, покупать какие-то акции, ну, если есть хоть какие-то лишние деньги. Что вообще сейчас сделать или замереть и подождать, чем это всё закончится? Ну, честно говоря, я никогда не даю советов, что делать с деньгами. Потому что каждый человек должен сам оценить, есть ли у него свободные деньги. Я думаю, что свободных денег у людей нету, даже у богатеньких, так называемых, буратин. Денег свободных нету. Нужно заняться другим. Нужно заняться семейным бюджетом, личной финансовой дисциплиной, разобраться, сколько средств нужно для того, чтобы обеспечить себе проживание, рассчитать, посмотреть, рассмотреть рацион своего питания. Потому что действительно то, что нам объявили, это будут действительно дорогие счета за содержание квартир. Мы не можем себе позволить не иметь отопление. У нас слишком плохой климат. Мы должны иметь какую-то одежду, мы должны питаться и так далее. То есть то, что людям можно рекомендовать сегодня, это, конечно, печальная информация, но, по сути дела, речь идёт о том, что придётся затянуть пояса. Пояса можно затягивать тогда, когда у тебя всё обвалилось, или заранее спланировать, как я это буду делать. Есть денежки сегодня, пойти подумать, почистить свои запасы, что у меня есть, чего у меня нету. Может быть, подкупить, решить. Я употребляю рис, я употребляю гречку. Нет, я люблю больше макароны. Нет, я хочу муку. Я буду готовить себе на муке блинчики и всё прочее. Так, чтобы потом, когда начнётся зима и появятся большие счета, чтобы тратить денежки на питание только на скоропорчущие продукты. Там молочко, хлеб, масло, может быть, мяско, колбаска, что-то ещё, кто что предпочитает. Это как бы одна задача. Вторая задача, я хочу сказать тем, кто говорит, ай, я соберусь, меня там в Германию, я уеду в Германию. Друзья мои, сегодняшняя система сделана так, чтобы все сидели по национальным квартирам. Поэтому возможности отъезда, по сути дела, ограничены. Надо искать своё место здесь, надо искать, чем и как здесь зарабатывать, да, и, ну, как бы, встраиваться здесь на месте и готовиться, в принципе, готовиться к следующему году. У нас выборы в семь, и пора, наконец, наверное, собраться и выбрать тех, кто будет настоящим политиком, который будет думать о нашей с вами судьбе, который понимает, что чиновники, которые сегодня правят, они никому не нужны. Да, это правда. Но, к сожалению, пока всё не очень позитивно. Действительно, будем надеяться, как вы говорите, что рано или поздно этот вот ковид или коронавирус превратится в такой сезонный вирус с меньшим риском для здоровья и жизни людей. Евгения Зайцева, да. Абит, я прерву, есть же информация ВОЗ уже об этом, абсолютно официальная информация, которая в Латвии не распространяется, но она есть в интернете, да, о том, что ВОЗ признаёт свои ошибки, и объявленная вот эта пандемия и эти ограничения, что они являются ошибкой. Они не спасают и так далее. Да. Но никто не хочет давать задний ход. Вот это самое печальное, что есть. Это правда. Спасибо большое, Евгения Зайцева, экономист. У нас была на прямой связи. Большое спасибо. До свидания.